новый кабачок под названием зефир он отличается от других кабачков своим интересным внешним видом кончик салатовый вся остальная часть кабачка золотистая многие фирмы продают его как гибрид f1 но на собственном опыте я уже его выращиваю 3 года на собственном опыте уже я увидел что если делать для него ручное опыление точнее надевать на женский цветок перед тем как у нас кроется марлевый мешочек изолируя его чтобы пчелки не залезли и не опылили с другим сортом на второй день рано утром это тяжелая технология конечно не для любителей на второй день рано утром берете мужской мужской цветочек сниму пыльцу опыляете и таким образом можно получить чистый сорт никто другой его не запылит ну вот уже три года я опыляю высаживаю свои семена получаю плоды вот такой формы такого окраса вкус не меняется я все тыквенные растения выращиваю своих семян для каждого сорта делаю ручное опыление вернемся к сорту зефир или гибриду как вам будет удобней он очень красивый мякоть белоснежная мягкая наверное поэтому его называют зефир очень сладкая особо вкусные жареные самый вкусный консервированные очень вкусные это плодик двухдневный вот два дня это два дня такой он вырос это уже старые старые плоды золотистого цвета вот и оторвал что интересно при росте зеленое пятно уменьшается вот на этом плоде видно что она очень очень маленькая вот такой кабачок вообще они ровные но лежит на земле его немножко крутит это для всех кабачков характерно покажу вам и другие кусты вот смотрите совсем маленький плодик цветет сегодня открывается хотя я не опыляю вручную мы его завтра пожарим на гриле обзором обязательно покажу потом уже дозревают на семена плоды всем рекомендую очень интересный красивый кабачок